Церковь о спасении Отечества в Екатеринбургском храме на Крови продолжает свою работу выставка, посвященная 75-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Пока посетители могут только виртуально познакомиться с экспозицией, но как только карантинные меры будут сняты, двери на выставку будут открыты для всех желающих. Надежда Калинина продолжит. Роль церкви и духовенства в Великой Отечественной войне – главная тема мемориальной выставки. В советское время об этом говорили нечасто, но сейчас можно посмотреть на исторические факты без идеологического давления. Даже в этих источниках времен войны, в светских источниках, все равно роль церкви и вклад церкви особо отмечался. Это очень интересно прослеживать по официальным журналам-газетам, которые выходили в времена войны. Так Екатеринбургская, а тогда Свердловская епархия активно собирала средства для нужд фронта, а в единственный городской храм приходили тысячи верующих. Здесь, как и в других сохранившихся по стороне церквях, читали специальную молитву об избавлении от врагов. Насколько наша русская православная церковь является неотъемлемой частью истории России. Потому что мы привыкли все в светских учебниках читать, что какие-то события исторические, а их невозможно без духовной составляющей рассматривать. И человек, который действительно впервые побывает на нашей выставке, и он, может быть, про это даже никогда не думал. Вот хотя бы, да, знаете, та дата, что сама война 22 июня началась в день всех святых русских, землерусской просиявших. Да, и уже было понятно у духовных людей, сразу же сложилось, да, война будет тяжелая, но она окончится победой. В победу верили и в осажденном Киеве. Так архимандрит Александр Вишняков, находясь там, обличал фашистов в своих проповедях. В Бабьем Яру, месте массовой казни киевских евреев, он с риском для жизни спас несколько человек, но вскоре сам был там жестоко убит фашистами. С началом Великой Отечественной войны в активную борьбу с фашизмом вступила и русская эмиграция, и представители духовенства, которые после революции остались за границей. Так монахиня Мария Скопцова стала одной из участниц французского сопротивления. Мать Мария спасала от гестапо евреев и бежавших из лагерей советских военнопленных, за что была убита в 1945 году в лагере Равенсбрюк. К борьбе с агрессорами в первые дни войны присоединился и репрессированный святитель Лука Война-Исенецкий. На нашей выставке представлен совершенно уникальный экспонат, предоставленный нам библиотекой имени Белинского, очерки гнойной хирургии, 1946 года издания. Эта книга была написана одним из талантливейших врачей того времени, архиепископом Лукой Война-Исенецким. В годы войны святитель Лука каждый день проводил в операционной по 10-11 часов, выполняя уникальные операции. Тысячи бойцов и офицеров прошли через его руки. По окончании войны архиепископ был награжден медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Подробнее с выставкой можно познакомиться на экскурсии, которые организует культурно-просвидетельский центр «Царский». А пока в период карантина всех приглашают познакомиться с видеороликами, которые размещены на странице Екатеринбургской епархии на медиахостинге YouTube и рассказывают о роли церкви и духовенства в годы войны. Продолжение следует...